Добрый день! У меня второй час дня и завтрак. Бекон, два яйца взбитых, без молока, без ничего, и лепешечка. Сюда сейчас я еще сыр положу. Откроем сыр. Два кусочка сюда. Сейчас потом переверну так, и мой завтрак будет готов. Он же обед. Как вы там? Что у вас новенького? Рассказывайте. Как у вас погода? У нас сегодня уже чуть холоднее. Днем, утром вообще было холодно, когда мы ехали в садик, в школу. А сейчас солнца нет, все затянуто. Ну, вроде бы во второй половине дня так будет 20 градусов каких. Ну, все. Это уже последние денечки. Там, вроде, на следующей неделе даже 13 будет. Короче, будем мерзнуть. Днем, когда сыр внутри расплавится, и можно кушать. Всем здорова. Всем добрый. И от меня тоже. Настюшка мне, смотрите, приготовила то же самое, что она готовила себе. Я такое блюдо буду кушать впервые. У нас такие золотые вилочки, вилочки, вилка и ножик. Новенькие. И кофейок. Это, кстати, новые вилки. А то Настюша сейчас мне сказала, скажи, что это новые вилки, а то люди подумают, как... Ну, ты сидишь и как будто, типа, вот, смотрите, какие у меня вилки. Это просто новые. Надо знать, что это у нас новый комплект. Да. Да. Красивенький. Будем пробовать. Давай, я подержу, что тебе не было. Потому что мне неудобно одну руку держать, снимать и кушать. Ой! Мои пальцы. А что ты ножичком? Жалко его кортить, потому что он новыйкий. Да что ты. Ой. Сегодня в планах было пойти утром у меня... Нет, это у меня было бы вчера в планах. Чтобы этот план сегодня сделать. Утром пойти и искупаться. Я просто проснулся, у меня горло печит. И поэтому никуда сегодня не пошли. Ну, если тут все небо в полосочку, витамины нам распыляют. Да, кстати. О чем ты можешь еще говорить? Что это такое? Да у нас весь интернет в этом, Латвия, просто вся эта самая... Где-то небо чистое, а где-то в полосочку. Полосы, полосы, полосы такие, знаете. Самое интересное, что там про самолеты не надо рассказывать. Мы в Минске видели чистое небо. Я не знаю, может, там в Минске тоже такое бывает. Но вот все разы, все дни, когда мы были, небо, если чистое, то оно чистое. Если оно облачное, то оно облачное. Если пролетает самолетик, то он просто пролетает. И след от него практически сразу же исчезает. У нас сутки может висеть. Ладно, приятного аппетита. Сейчас я сейчас сделаю, сейчас мы выпустим. Миреночки, сегодня пришли линзы, и поэтому мы ее привозим. Фильмон! Спасибо, увидимся, Чемпайло. Пожалуйста, доченька, хорошего дня тебе. Спасибо. Давай. Вису лабу. Вису лабу, вису гайшу. Ты мимо, правда? Вот так, контролировать нужно, дочь. Короче, мне сейчас нужно депо, чтобы подобрать к этим обоям, похожие на такие обои. Потому что эти обои, сейчас я расскажу. Сейчас желтые. Короче, да, вот смотрите, вот эти обои, они фрезериновые. А вот эти обои, они на бумажной основе. Я сегодня промочился, я их, я их, я их клеил сегодня, 3 листа, 2 часа. Клею нормально, как по технологии, как показано все. Я клею на стенку, они у меня, хоп, сужаются, и вот как шарпей. Я не знаю, что делать. Я снял одну, вторую клею. Да, пожалуйста, проходите, не толкайте столько. Вторую, третью клею. И вообще тоже, в каждый лист, как шарпей. И поэтому, поэтому, поэтому эти обои клеить не будем больше. И нам нужно подобрать этим обои. Но главное, чтобы они были вклеили. Вот так. У нас со среды начинаются дожди. Друзья, у Макса были сапожки крокс. Ну, да. Были разные, ну вот такого типа, это не знаю, такого. Но это на даче. А он хочет легкие. Они очень реленькие. У нас были пару лет, ему как раз крокс сапожки голубые. Очень вообще суперские сапожки. И они легкие. И мы ее сейчас одеваем, они малые. Крокс, это и можно купить? Мне кажется, нету крокса влепые больше. Ну, ему важно было. Крокс не крокс, ему важно, чтобы сапожки были легкие. И мы, смотрите, в депо нашли. Смотри, есть высокие, но вон там. Вот эти. О, они легкие, реально прикольные. Здесь низкие. Вот низкие лучше. Подкладки. Да. Я, конечно, понимаю, что это не крокс. Подкладку можно убрать. 16 евро. Это, конечно, не крокс. Но ничего. Ну, сапоги, сапоги. Кстати, хорошо, что это подкладка. Свою функцию, свою функцию они, Занька, выполняют. Да? Я нафоткала, и мы покажем, какой цвет ему понравится больше. Дети у нас еще раз заказали, что они хотят курочку, куриные ножки. И поэтому сейчас с Насюшей, с Насюшей, с Насюшей взяли три упаковки курицы. Насчет обоев я жду ответ. Я сфотографировал некоторые вариантики. И как только мне ответят, так сразу пойдем и выберем обои. Ну, о, творог будем кушать. Давно мы не ели творог. Давно. Лавку без перца. Масло берем. Сыр. Филадельфия. Кстати, лайфхак от нас. Реально, реально, реально. В депо продукты намного дешевле, чем в Максиме и в Риме. Я вчера масло купил за 2,19. Здесь такое масло стоит евро 79 или евро 59. Здесь намного, ну, дешевле. А вот это вкусный, я помню. Слышишь, я? Смотри, еще есть ауза паста. Нет, только не ауза паста. Если брать, то брать только такой шоколадный. Акти мельки детям. Видите? Макароны. И тель паста. Хорошая филка. Здесь они стоят евро 23. Эти евро 17. Эти евро 17. Да, евро 42. А в магазине они стоят сколько? Около 2 евро. Даже больше. Ну, там остаться и так будет. Так, не ленитесь. А, вот что я хотела. Я вспомнил. Чаек берем? Зая, давай вкусняшки детям. Какие-то печенюшки или что домой. А то чай купили, а как без вкусняшек. Хочешь такое? Я нет. Нет? А я хочу. Возьми. Реально может взять? Сколько он стоит? 5.43. И целая упаковка, Зая, смотри. Ну? О, смотри. Эти более поджаристые, а эти более такие. Вот эти, да. Берем. Кто празднует Хэллоуин? Мы Хэллоуин не празднуем. Абдепа уже празднует Хэллоуин. Ужас. Ужасно. А вот это... Сейчас, подожди. А это что такое? Ну, просто крейзи. На тортик поставить. У меня слов нету. Потому что мы этот праздник не приветствуем. Вообще. Вообще не приветствуем. Какие-то скелеты, черепах. Нахрена это надо? Реально. Ну, не долго стоять? А что ты хочешь? Не, музыка играет. Я. Эти бранселфин пруф, брат. И здесь музыка играет. Я обычно покупаю такую тушь. Только с красными буковками. Супер объем. А сейчас взяла коричневую. Потому что у меня закончилась коричневая тушь. И я узнала, что этой фирмы тоже есть коричневая тушь. Пришли, а она одна. И Максов, Садик, щетку и палочку. Но это не Максов, это коричневая тушь. Так как у нас есть время свободное, мы хотим ответить на один вопросик. Смотрите сначала, в какое мы место подъехали. Красивое. Мы приехали на наше замечательное море. Мы находимся на Малу. И вокруг нас канал. А вон там вот у нас наш воздушный мост, по которому мы едем домой. Видите, вон там вот зелененький. Был такой вопрос. Господа Чернова, если не секрет и не сложно, пожалуйста, расскажите о том, как в Латвии не имела ты шоу по рождению получить гражданство. Вот такие требования по языку, истории, т.д., устной, письменной, разговорной. И при положительной сдаче экзамена, какое время ожидания и при получении не обязательно ли клятва на верность. Как я понимаю, вы получили гражданство по натурализации, не по рождению. Могут ли лишить гражданство в вашем случае? Сразу же ответим на последнее. Кирилл, нет, мы не проходили натурализацию. Мы здесь родились. Кирилл здесь получил гражданство по маме. То есть мама гражданка, все, он родился гражданином. Я родилась у родителей не граждан, и я не гражданка. И я так до сих пор имею статус не гражданина Латвии. Мы об этом уже говорили в наших видео не так давно. И я не проходила натурализацию и не сдавала на гражданство. Так. Но Настюша, она тоже родилась в Латвии. Да. Я вам зачитаю. Гражданином Латвии в порядке натурализации вы сможете стать, если достигли уже 15-летнего возраста. То есть вы можете сдать на гражданство. Но если вы не гражданин. Не менее пяти последних лет вы постоянно проживаете в Латвии. Для граждан других стран необходимо наличие постоянного вида на жительство в Латвии в течение пяти лет. И можете это подтвердить с помощью документов. Если вы владеете латышским языком, если вы знаете текст государственного гимна, основы истории, культуры Латвии, сатверстма Латвийской республики, ну, законы, и имеете легальный источник доходов. Все. Как бы вы уже можете натурализоваться. Да. Вам нужно сдавать экзамен и нужно им знать наизусть, как нам это делать. Ну, я же это все перечислила, да? Вы собираете необходимые документы. Их вы можете узнать в отделе гражданской миграции. Вы можете в интернете посмотреть, вот как я сейчас для вас смотрю. Потому что, ну, я так, не могу сказать, что я наизусть прям знаю все документы, которые нужны, да? Вы мышлены платите, которые нужны. И, я так понимаю, ждете экзамены. Ну, так нам говорили? Да. Ну, и сдаете экзамен. Устную и письменную часть говорили нам. Да? Да. Но говорят, что это очень сложный экзамен. Ну, на самом деле, я не знаю точно. Я точно знаю, что он раньше был проще и легче. Сейчас он, ну, не упрощен, но он, наоборот, более сложный. Но я не могу слово подсказать. То есть, у нас никто не приходил на терроризацию. Поэтому поделиться опытом, но мы не можем. Ну, вот я нашла. В ходе проверки на знание латышского языка оценивается понимание речи на слов, чтение письмо и устная речь. Необходимый уровень владения языком это умение понять прослушанные тексты на тему бытового характера, умение читать и понимать тексты различной тематики, умение написать простые тексты, вести беседу на бытовые темы. И каждая часть оценивается отдельно. Если какую-то часть проверки на знание латышского языка вы не прошли, то только через три месяца вы можете попробовать еще раз. Плюс знание основных положений садворства в Латвийской Республике, текст государственного гимна, история, культура. Необходимо все это рассказать наизусть или написать текст государственного гимна. То есть, я так понимаю, или поешь, или пишешь. Ну, лучше петь. Мне кажется, так легче. Потому что не дай бог ты сделаешь ошибки в этом тексте. Да, там же не должно быть там любая гарамзима, любая запятая. Mixed in arms. Все должно быть четко, правильно. То есть, мало написать, должно быть зашиво. Но пропеть легче, да. История, культура. Тоже, каждая часть оценивается отдельно. Если что-то из этого не прошли, то через месяц повторить можно. Есть, смотрите, льготы при прохождении проверок. Вот таких. Для знания латышского языка не сдают лица, которые не более чем за 5 лет до подачи заявления о натурализации получили высшее образование на латышском языке, ну, или сдали категорию высокую. Подтвердили свои знания латышского языка на централизованном экзамене. Ну, тут проценты, все такое написано. Вы можете смотреть, как вам, что вам подходит или нет. И от письменной части проверки на знания латышского языка освобождаются лица, достигшие 65-летнего еще возраста. У инвалидов тоже свои льготы. Где-то там от чего-то они освобождаются. И вот то, что именно вы спрашивали. После сдачи проверок на натурализацию Управление по делам гражданства и миграции рассмотрит ваше заявление о натурализации. И если вы будете соответствовать условиям закона о гражданстве, условиям закона о гражданстве, вы будете приглашены на церемонию принесения клятвы верности Латвийской Республике. То, что вы спрашивали. А время... Присягу сдавай, типа? Ну, я не знаю, присягу. Ну, да. Ну, да, присяга. Так же, если вам интересно, например, если бы... Вот я не гражданка. И, допустим, Кирилл был тоже, ну, например, не гражданин, то наши дети бы все уже были гражданами. Потому что они родились, все наши дети, после 21 августа 91 года. То есть они могли бы выбрать даже. Получается, те дети, которые родились после 91 года, автоматически они получают гражданство. Да, но они могут и отказаться. Они могут остаться негражданами. Ну, по крайней мере, раньше так точно было. Или могут до какого-то возраста побыть негражданином, потом обязательно возраст все выбрать. Как сейчас, этим точно я не знаю. Так что, если вы... У вас есть в планах, или вы планируете ехать в Латвию, получать гражданство и жить здесь, приезжайте, все в ваших руках. Видите, мы не только тушку пили мою любимую белорусскую, но и ватные палочки производства Беларусь, Минск. Ай-яй-яй, как допустили, а? Вообще удивительно, на самом деле, что магазин Multilux, так же, как, в принципе, и FixPrice, у нас работают. Да? Да. Вот так вот. Все, едем за Максом в садик. У него сегодня футбол еще. Максом в садик. Максом в садик. Максом в садик. Настя, 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 Настя готовит ужин. Настя, 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 Настя готовит у нас при футбола готова. Разную приправочку. Это мы будем кушать после футбола. Да, это будет еще жаренько. О, это вкусно. А, Зань, а в чем это все? Масло, куркума, паприка чуть-чуть. Покапельки. Чеснок. Соль перец. Каенский перец. Пахнет вот именно каенским перцем. Чего ты так близко снимаешь мясо? Ну, как он плохо станет. Коросинка классная. Ну, все. Можно в духовку, можно на сковородку. Ладно. Что это? Мы с Максимом играем в машинке. Это будто достается вамбар. Вамбар тренинг. А вторая машина что это? Мерседес. А желтая? Не знаю. Тоже не знаю. А у меня вот такие вот. Я, Максим, из дедури. Ужигули. Раз машинка, два машинка и три машинка. И три машинка. Опа, как она паркнулась. Ты видал? Да. Раз, раз. Опа, о. Давай еще кучу. Опа, молодец. Все. Да. Мальчишки уехали. Я буду жарить курочку. Поставила картошку. Тут не пугайтесь. Это соль. Розовую, гималайскую использую. И курочка. Еще кавератка не согрелась. Смотрю, кстати, сериал. Женский батальон. Я такая, у нас всего 4 серии. Смотрю вторую. Очень интересно. Так, раз побольше. Корочку Максим вчера идею дал пожарить. Я у него спрашивала перед весном. Говорю, ну что тебе приготовят? Он у нас едок не очень. Вы уже это знаете. Я говорю, ну скажи, что мне для тебя приготовят? Ну все, что хочешь. Я перечисляю все его любимые блюда. А курицу реально давно не жарили. Он говорит, да, ножки курильные. Хорошо, без проблем. Ой, какой рабат. Чесночка. Бумба. Картошка готова. Урочка тоже. Ждем мальчика. В поле уже будет кушать. Время футбола у Максимки сегодня. И поэтому Максимка опять же, папа, давай покатаемся. Ой, поедем на футбол на велосипедах. Взяли велики и едем. Максимка отдел форму. А вам будет небольшая экскурсия по нашему городку. Поехали, поехали. Там наш сиад. Да, там наш сиад. Там вот собор у нас. Как сказали, еще два дня будет теплая погода. А потом уже начинаются дожди. Если дождь будет, то мы не сможем с тобой на великах. Почему ты не хочешь привезти новый велик? Бэй и Мисс, который ты себе подарил на день рождения. А почему там есть тоже сиденье? Ты можешь сесть и поехать. Вот здесь, вот видите, у нас такое поле зеленое. Здесь у нас состояли две пятиэтажки. По идее, на этом поле можно было сделать детскую площадку. Или можно было построить баскетбольные кольца. Или футбольное поле сделать, чтобы мелкие здесь гонять. Не холодно тебе? Холодно. Холодно? Ну, сейчас будешь бегать быстрее. Замечу, и будет тепло. А не будет. Так. Максимка, мы сейчас подъезжаем к перекрестку. Там, пожалуйста, аккуратненько, да? Да. Смотрим машины. Направо и налево. Вот в нашем районе не хватает, честно говоря, велодорожек. Потому что тротуары есть. А вот сделали бы по всему военному городку велодорожки, по главным улицам, то было бы вообще классно. The best. Это хорошо, что у нас людей мало в городе. И поэтому не нужно толкаться с пешеходами. Можно спокойно сесть на велики, поехать. Воняет. Ну, а что сделать? Воняет, потому что мусорник стоит. Поэтому и воняет. Ну, хотя вот, видите, у нас вот есть здесь сделанные велодорожки. Но нужно делать, чтобы их было как можно больше. И тогда можно вообще классно на велики гонять. Да, здесь пешеходы, а здесь велики едут. С тобою рядом ехать, да? Окей. Здесь у нас такая водонапорная башня. Это очень старое здание. Когда у нас в городе происходит ночь музеев, то в эту башню можно подняться и посмотреть на городок свысока. Здесь у нас завод Интеспира. Как не знаю, как я знаю. Здесь делают какие-то маски. Вот так очень красиво это вот здание. Подъехали на футбол. Оба. Давай, где мы с тобой велики припарканем? Ой, какая здесь дорога ужасная. Мы уже дома. Будем кушать. Ты весь свет оба включаясь. Настюшка приготовила нам ужин. Пока мы с Настюшей были на футбол. На футболе. С Настюшей? Ты сказала, что на футболе с Настюшей. Я просто про тебя, наверное, думал. Ну, мы пока с Максом мы были на футболе, да. Вот у нас на ужин курочка, картошечка, сметанка, а вот здесь квасик. Что-то, друзья, я расклеился. Ой. Пока укладывали детей спать, у меня почему-то насквот начался офигенный. И чихаю. За полчаса чихнул уже раз в пять. Какая-то, не знаю, или аллергия. Или какой-то там вирусняк. Вот так вот. Давайте. Сейчас я уже почти смонтировал видосик уже весь. Сейчас нужно записать концовочку, чтобы видосик был уже полностью готов. Настюша вчера заканчивала видосик, а я сегодня заканчиваю видосик. По очереди, чтобы было все почти по часточку. Короче, спасибо всем огромное. Большое, что вы подписываетесь, что вы остаетесь на нашем канале. Что, что вы заходите, то, что вам нравится, и то, что вы ставите пальчики вверх и пишите нам в комментарии. А на сегодня все. Давайте мы будем заканчивать видосик. Спасибо, что вы у нас есть. Подписывайтесь. Ой, это сказал. А, да. Короче, тогда всем пока, всем добра, любви и счастья. Давайте. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok